Ровно через две недели в России единый день голосования и выборы. Не только депутатов для новой Госдумы, но и местной власти. Избирательная кампания вовсю. На телеканалах теледебаты. Великое дело. Каждая партия лицом к стране. Темы дебатов разнообразны. В них участвуют лидеры парламентских фракций. У нас побывали Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов. Вот Единой России Сергей Нарышкин и представители других партий, даже политические новички, заходили к нам в студию. Ограничено лишь время. И это единственная регламентация. Все остальное на усмотрение кандидатов. Прямой эфир на всю страну кому-то идет на пользу. Кому-то откровенно вредит. Каждый избирает себе свою победную тактику. А говорим все сразу. Показывая фрагменты теледебатов, мы не агитируем за или против, а просто иллюстрируем наши соображения о характере идущей дискуссии и о границах возможного в российских политических спорах перед аудиторией. Границы, надо сказать, широки, чуть ли не безбрежны, как сама Россия. Спорящие у нас почему-то часто хотят друг друга обозвать и даже перейти на личности. Это не добавляет убедительности, но на какие-то миллисекунды приносит упоение победы. Это так сладко для обзывающего, что он сам готов тут же стать обозванным. И все равно просчитанную программу. Президентские выборы с выборами в Госдуму. Там нужны здоровые люди, а не такие, как пенсионеры, устраивающие там синякуру, валяющиеся по больницам. Нужны такие, как Жириновский, который в купель прыгает. Но это такие люди, партия гражданская сила. Это десятый номер избирательного берегения. Речитесь в Америке тоже. В Америке речитесь. И извращенцам. Что это, если не политическое хамство? А нам оно нужно? Впрочем, приведенный пример относился скорее к стилю. Встречаются же в предвыборной кампании вещи по содержанию, принципиально неприемлемые. Например, использование Сталина как заманухи. Одно дело, когда мы обсуждаем историческую фигуру, оплакиваем жертв репрессий. И признаем успехи Сталина в технической модернизации страны. И гордимся победой над фашистской Германией. А другое, когда сталинская модель предлагается нам на выбор, как актуальная для России. Сталин в прошлом – это исторический факт. А Сталин для будущего – категорически неприемлемое предложение, даже как допуск. Подчеркиваю, я не занимаюсь сейчас политической агитацией или контрагитацией. Сталин и какие-то 10 сталинских ударов априори за пределами современного политического меню для России. Но ведь звучит. Кстати, не от Зюганова и КПРФ, которые хоть и критикуют сложившиеся в России положение вещей, но все же в рамках своих идеологемы с сохранением приличий. А Сталина нам тычет на будущее господин Сурайкин, лидер микроскопической в масштабах страны партии коммуниста России, явно спекулирующий на человеческом интересе к сталинскому периоду нашей истории. Мы имеем серьезную предвыборную программу «10 сталинских ударов по капитализму». Это комплекс мер возвращения страны к социалистической системе. И один из этих ударов – это уничтожение коррупции. Номер два в бюллетене. Поддержите нас, и мы будем сталинскими мерами бороться с коррупцией. ГУЛАГИ – это исправительно трудовые лагеря. Прислониться к силе всегда есть соблазн. Пример – экзотический Мальцев, взятый в тройку Касьяновского парнаца. Почти в каждом выступлении он предлагает импичмент Путину. По Мальцеву видно, что само произнесение этой фамилии в федеральном эфире приводит Мальцева в экстаз, а уж еще и импичмент в сочетании. Так тут держите меня четверо. В политических спорах он считает возможным использовать термины, скажем так, ниже ремня. Мальцев таким образом, как бы взламывая стилистическое дно российской политики, сознательно делая ее пошлой. В политический обиход он пытается ввести фигуры речи и, скажем так, сниженного лексического слоя, чтобы уже все барахтались в словесной грязи. При этом Мальцев от парнаса ведет себя на дебатах столь шумно-бессодержательное, что снижает тем самым ценность всего мероприятия. Спасибо Украине, Россия получила от такого иммунитет. Там ведь на Майдана звучало то же самое. А теперь Мальцев и Парнас предлагают нам это в федеральном эфире уже по-русски. Ну, некоторые говорят, что еще очень важный момент – это педикулез. Ну, всяких гнид мы повыковарим, как только излечим трипер. Дело в том, что... Вас только трипер беспокоит? Только трипер вас беспокоит? Да, ну, пока да. Пока только трипер. Говоря о границах этически дозволенного в ходе дебатов и избирательной кампании, стоит упомянуть и о границах неразборчивости в связях. Тот же Парнас привел поначалу в телестудию на дебаты свою группу поддержки во главе с Дмитрием Демушкиным, известным нациком. Хорошо, что ультрарадикалы на этот раз хоть были одеты, а то, не дай бог, у кого-то сверкнуло бы пузо в синих свастиках. Это был набор персонажей под стать предводителю. Вообще поражает этот трудноперевариваемый контраст в одном политическом флаконе с биркой Парнас. Внешне благообразный, рафинированный профессор Зубов с бабочкой и свирепо-дремучий дикий Демушкин с наколками. Но это только навскидку. Если учесть, что профессор Зубов из предвыборной тройки Парнаса говорит о Гитлере, то все становится на свои места. По сравнению со Сталином, Гитлер – это ангел русской истории. Потому что Гитлер при всем желании погубил столько людей русских, сколько погубил Сталин. Досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, потому что все равно бы, в конце концов, союзники бы нас освободили. Но тогда англичане и американцы бы нас установили демократию, а вместо этого восстановился людоедский сталинский режим. Парни Демушкина произвели столь сильное впечатление, что от групп поддержки на теледебатах отказались вообще. Из санитарных соображений. Если не все кандидаты готовы соблюдать политическую гигиену сами, то телевидение им поможет. Без всякого ущерба для свободы слова. Острота дебатов при этом сохраняет высокий градус. В прямом эфире. Ты пойдешь на пулеметы НАТО! Не пойдешь на пулеметы НАТО! Его умолили вот именно за это в 94-й году. По институтской статье. Пристрелим, как из денег Родины. Спасибо.